Если говорить в плане карьеры, в том смысле слова, что мечтал ли я об армии, то, наверное, конечно же, да. Это все еще пошло со школьной скамьи. Наверное, с той же игры Зорница, потому что мы, мальчишки, участвовали в этих учениях, так сказать, маленьких, с полной отдачей, со всей серьезностью, относились очень серьезно. А вторая причина, почему я избрал путь военного, кадрово-военного, конечно же, немалую роль в этом сыграл и мой родственник, Колоцей Григорий Владимирович, который сегодня ветеран вооруженных сил. То есть он в ту пору был уже офицером, когда вот он в отпуск приезжал, к нам частенько у нас останавливался, для меня это было, конечно же, событие. Это форма, это причастность, что это мой дядя, это вот я имею какое-то к этому отношение, наверное, у меня и отложилось вот это желание в дальнейшем продолжить или, значит, связать свою судьбу с вооруженными силами. Отношение к военным и в ту пору, хочу сказать, и сейчас оно не очень, собственно говоря, изменилось, потому что человек в военных погонах, или вернее в военной форме с погонами, это прежде всего человек защитник. Это в генах, это в крови нашего народа, потому что столько потрясений, столько войн, столько, значит, событий, связанных с военными, произошло в истории и связанной с нашей же страной, столько потерь. Поэтому наш солдат, наш офицер, это прежде всего защитник. Я избрал ракетное войско в стратегическом назначении для своей карьеры, скажем так, прошел ряд должностей. В дальнейшем, конечно же, особенно в последнее время моя служба заканчивалась здесь, на Белорусской, на родной земле, в Мозыре, в Мозырской дивизии ракетной. Какое было принято решение о выводе в ту пору, правильно или неправильно, с моей точки зрения, абсолютно неправильно, потому что наличие здесь ракетных войск стратегического назначения, это гарантия безопасности, прежде всего. Считаются сильными. Я думаю, что одно из основных качеств – это обязательность. Обязательность всегда и во всем. Если тебе поручено, если ты пообещал, значит, ты должен исполнить, должен сделать. Если не можешь сам, то прими все меры для того, чтобы решили те, кто это должен решить. Вот это одно из основных качеств. Ну, наверное, исполнительность, безусловно, для военной человека – это всегда одно из основных качеств. Я из собственного опыта знаю, что те, кто прошел службу в армии, тут приобрел ряд таких качеств, о которых потом никогда не сожалел в своей гражданской деятельности. Ну, говорят даже так, или говорили так, вот, человек меняет, армия меняет человека в корне, то есть уходит далеко, скажем так, не в полной мере осознающий важность, а возвращается настоящим мужчиной. Военные сны снятся до сих пор, поэтому, наверное, потому что это те события, через которых мне, вот в которых мне пришлось участвовать, это действительно, это и учебно-боевые пуски на полигонах. Когда видишь конкретный результат деятельности целого коллектива военного, который готовился, учился, и вот после старта ракеты, и когда задача выполнена полностью, то ощущаешь полное удовлетворение тоже, к чему шел. Ну, пусть этих пусков никогда не будет. Наши вооруженные силы, республики Беларусь сегодня обладают всем необходимым для того, чтобы, ну, по крайней мере, ни у кого не было желания поселить на нашу безопасность, на безопасность Беларуси, людей, на мирный труд. У нас сегодня достаточно современные образцы вооружений, они поступают, и новые мы этому убеждаемся. На примерах последних событий проводится необходимая подготовка, учебно-боевая, боевая подготовка. Границы наши, как говорят, на замке. В это время это очень необходимо. Люди должны быть уверены, что они смогут спокойно трудиться, и никто в этом не помешает и не нарушит безопасность. Но всем, конечно же, хочу пожелать здоровья, в первую очередь, мирного неба над головой, ну и развития и благополучия.